Но есть единственное одно «но», что делать нельзя и что сделали в Адат, это нельзя говорить неправду. Я умышленно не называю это ложью, потому что думаю, что... Томса, видел новый герб Адат? Да, видел, кстати, очень красиво сделано, талантливо, мне очень понравилось. То есть видно, что там люди умеют работать и с фотошопом, и плюс у них еще есть какой-то талант, креативить подобным образом. Очень красиво. Многие там как-то чрезмерно... Я не совсем понимаю. Что ты не совсем понимаешь? Многие как-то чрезмерно стали к этому предельчиво относиться. Это ведь не герб государства они меняют, это герб их канала, их общественного движения. В этом нет ничего плохого, что они его решили поменять. Плюс к тому и сам очень красиво они его сделали. Также они там озвучили свое мнение по поводу нашего государственного герба, нашей символики. Это тоже в этом нет ничего плохого, что люди могут озвучивать свое мнение. Человеку может нравиться герб, может не нравиться, может нравиться флаг, может не нравиться государственное слово строго, ему может не нравиться. Он может свободно эти свои мысли высказывать, в этом нет никаких проблем. Менять тот только он не может, конечно, сам единолично взять и поменять государственную символику, никто не может. Это уже определенный регламентированный процесс, этого сделать мы не можем. Но выражать свое мнение по поводу государственных символов, в этом нет ничего запретного. Но есть единственное одно но, что делать нельзя и что сделали в Ададе, это нельзя говорить неправду. Я умышленно не называю это ложью, потому что думаю, что администрация Адада просто находится сама в заблуждении относительно того, что якобы Аслан Масхадов, помилуйте его Аллах, заменил наш герб. Это неправда. Аслан Масхадов не менял государственную символику никогда, ни устно, ни письменно. И более того, до конца дней Аслана Масхадова все его представители за рубежом пользовались установленной нашей государственной символикой и ставили печати на документы с волком. И после Аслана Масхадова следующий президент Абдул-Халим Садулаев, он тоже не менял никакой государственной символики, все продолжало жить в таком же ритме. И никто и после этого, до самого Докки Умарова, пока Докки Умаров не сделал то, что он сделал с объявлением организации Эмарата, никто не менял вообще никакой символики государственной. Поэтому это неправда. Государственная символика у нас сейчас в том виде, в котором она и была. А то, что Аслан Масхадов сидел на фоне флага с надписью «Лаву Акмар» и был нарисованный кинжал или меч, кинжал, меч, это не изменение государственной символики. Это было как знамя войны, то есть началась война, и это как бы бывает, у каждого войска бывает свое знамя, это тоже нормально, в этом нет ничего непонятного. Но сам государственный символ, он не менялся.